Харли Квинн, перерождение Ну, что новенького, Плющик? Ох, Харли, ну ты же знаешь. Всё как обычно, пытаюсь найти деньги на свои исследования. Но проблема в том, что, даже если у тебя есть доказательства, люди верят только в то, во что хотят верить. Знаю, люди ненавидят всё, что может изменить их стиль жизни, даже если от этого им станет лучше. Ага, вот почему наша окружающая среда в таком ужасном состоянии. Но я не теряю надежды. А что нам ещё остаётся? Нужно так почаще собираться. Это правда. Пока старший по дому будет следить за соблюдением графика, я буду нежиться в спосалоне в ванне с моими любимыми одуванчиками. Да, вот такой расклад мне по душе, чередуйте, пожалуйста, красный с чёрным. Приятно видеть. Что тебя окружают замечательные люди. Мне так этого не хватает. Так почему бы тебе не переехать? Серьёзно, у меня огромная кровать, куча комнат, куча миленьких зверушек. Ох, сладкая, это лишь ещё больше усложнит твою жизнь. Люблю тебя, лады, если передумаешь, я буду ждать. Всегда. И я тебя, я вернусь через три дня, тогда и поболтаем. Приветствую всех на самом величайшем шоу во всем мире. При рождении меня назвали Харлин Квинзель. Но мои друзья и враги знают меня как Харли Квинн. Я буду вашей самой жаркой тёлочкой на этот вечер. Сначала расскажу немного о себе. Я родилась и выросла здесь, в Бруклине. У меня три брата и парочка родителей на пенсии, которые живут во Флориде вместе с другими такими же нью-йорскими пенсионерами. В школе я была мелким шпоном. Потом получила стипендию в университете Готема, которая закончила с высшим баллом. Я быстро нашла работу в лучшей больнице Готема. Моё увлечение преступными умами привело меня к изучению заключённых и пациентов лечебницы Аркхим. У этой профессии были свои извлёты и падения. Я начала замечать закономерности среди заключённых. Но не будучи заключённой, невозможно завоевать их полное доверие. Поэтому я провела и эксперимент, о котором знал только надзиратель. Я изменила внешность, чтобы стать одной из них. Но один человек интересовал меня больше других. До него было просто невозможно достучаться. Но, став одной из них, я привлекла его внимание. Привет, доктор. Он смог заглянуть мне в душу. Его сила пронзила меня. Казалось, что он знает меня всю мою жизнь. Однажды надзиратель был убит одним из пациентов. И моё прикрытие официально накрылось. Новый надзиратель выгнал меня, назвав безумной преступницей. Меня вывели из здания. Но я не могла просто так оставить позади все свои достижения. Я сделала так, чтобы мы ушли вместе. Я отдалась ему. Но у всего есть цена. Он бросил меня в чан с химикатами, что сделало мою кожу столь же белой, как у него. Он показал мне, что для того, чтобы быть на самом деле свободной, я должна стать кем-то другим и покончить со старой жизнью. Кем-то, кто мог бы стать сексуальной кошечкой, соблазнительницей, невинной овечкой-агрессором, антагонисткой и жертвой, гламурной цыпой. Чем глупее я была, тем больше он любил меня, поэтому я продолжала притворяться, а потом он бросил меня, просто так. Сначала я была в ярости, но спустя кучу времени и душевного самоанализа, наконец-то, нашла себя. Я вступила в отряд единомышленников, а когда покинула его, стала лучше, умнее и сильнее. Я дома. И сегодня я стою здесь, перед вами, исключительно довольна тем, кем я стала. А сейчас я хотела бы представить вам лучших друзей, без которых Харли бы не было. Во-первых, это мой ближайший приятель, который прямо сейчас держит в руках моего бобра, большой, Тони Дельфини. Мелкого грызуна, что он держит, зовут Берни, а вот тот, что за ним, это Майк. Мой петушок, я получила его вместо оплаты за работу. Он прелесть, не так ли? А за ним Нитон, который в настоящее время является единственным, кто может спать в моей кроватке. Убейте меня. И меня снова. Ну, разве они не милашки? Ради дальнейшего развлечения я с гордостью представляю вам жутко талантливую группу, известную как Кони Айленский, Фрикфист и Бурлеск. Хмурый Френки и веселый Джонни. Любительница потискать большого тии, колоссальная Фокси Куинни. Яйцеголовый Эбги, не очень общительный, козлопарень. И замыкают эту шренгу мои любимые мохнатые друзья, никому их не отдам, хотите таких же, валите в свой местный приют для животных. А теперь позвольте вам представить мою галантную и безбольшинную банду Харли. Харли Мхарли, Харли Квинни Тренер, Харли Квинс и Карли Квинн, Ханук Квинн и Болли Квинн. Блин, не стояло мне на это подписываться. Ох, все не так уж плохо, просто представьте их ребят в Нижнем Билье. В Нижнем Билье? Она сказала мне, здесь будет халядная пицца. Держу пари, я должна радоваться, что не вижу этого фиаско. И напоследок мои не менее важные сестры из скейт-клуба, Таня Танк, сам меркурийский рокер Боулинг Белл. И, конечно же, я никогда не забуду моих любимых и храбрых бестий, Пауэр Герл и ядовитого плюща, которые по некоторым обстоятельствам не могут здесь присутствовать. Вот и все, что вам пока нужно знать. Понятно. Я и так все это знаю, я же твой фанат номер один, обнимашки. Ты не входишь в круг моих друзей, Фредди. Какими увлекательными существами ты себя окружила, позволь спросить, а как зовут тех зверушек, ты почему-то пропустила эту часть. Чувак, ты серьезно? У кисок и щеночков есть имена, а вот у птичек нет пока что. Я немного охрипла, но потом обязательно назову тебе их. Ха, выкуси, Райту. Тебе стоит знать, что когда-то давно наш приятель Джим Салабин был джином из бутылки. Конечно, жаль тебя огорчать, но он разучился колдовать. Это, кстати, полностью твоя вина. Ну, я же извинилась. Ух, в любом случае, Джимму нужно многому научиться. Он застрял здесь без своей силы, Джимма, и совершенно без понятия, как устроен современный мир. Прошу, даже не начинай. Я быстро учусь, вчера я узнал, для чего на самом деле нужен навигатор. Джимба, я покажу тебе твое новое место работы. Что? Ну, я уже работаю в забегаловке Шишки Баба, разве это плохое место работы? Отличные, тебя там все любят. Говорят, у твоих Шишки Бабов просто магический вкус. Но дело в том, что ты нужен мне здесь, пока мадам Макаба не вернется из своего приключения. Под приключением ты имеешь в виду программу защиты свидетелей, в которую ее вместе с ее сыном Мессоном посадили за случайное убийство. Садись, пять, браво швейцарский ножик. Будешь работать здесь четыре дня в неделю от открытия до закрытия, на выходных, чтоб духу твоего тут не было. Я хорошо тебе заплачу, оплату за аренду вычту из твоей зарплаты. Это куда лучше, чем те паршивые музеи восковых фигур знаменитостей. Не понимаю, показывать ужасные сцены убийств, это издевательство над людьми, кто захочет это смотреть. У многих людей, нездоровое увлечение патологией. А может, над этим стоит задуматься? Чтобы они знали, кто стучится к ним в дверь, Джимстер, глянись тут пока, мне нужно закончить экскурсию для этого шкафа, с пилами. Может, будешь называть меня моим настоящим именем? Неа. Я тут подумал о том, что ты сказала. Четкие границы – залог хороших отношений, приятель. Значит, это шоу и тур, ты считаешь меня просто другом. Вот честно, молотоголовый, сколько раз предки роняли тебя башкой о пол. Я лишь указал на очевидное, потому что иногда могу неправильно все истолковать. Ясно. А в этот урт входит осмотр твоей квартиры. Четкие границы, балбес. А как у тебя дело с периферическим зрением в этой маске? Если ты о тех безумных окровавленных людях, что идут сюда, то я бы сказал, что с ним все в порядке. Оклахома, 98 часами ранее. Ой, теперь точно снег остановится, четырехновая жизненная форма. Видимо, она является глинирующим видом на этой планете. Привет, я вертикс планеты шагун галактических рогнац. Я сбежала из дома, потому что мои родители были слишком гласные. Ёлки-палки, не тот конец. Думаешь, это был метеорит? Не узнаем, пока не увидим, что лежит в той дыре. О, похоже, у меня проблемы. Нужно спрякаться в свидетелях. Очевидно, более разумных существ пока не узнают. Враги, а не меня друзья. Конец первого выпуска. Смотрите продолжение в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...